Варя, поди сюда и чего покажу. Нарисуй меня там корову. Не умею я корову. А я вот тебе сейчас научу. Корову он не учу. Варю! Ну поди сюда и чего покажу-то. Нарисуй меня там кунг-гуру. Не умею. Я член Императорской Академии Художеств. А я вот тебе сейчас покажу Императорскую Академию, чёрт чудной. АПЛОДИСМЕНТЫ Город такой. Наоборот чуть-чуть. Наоборот, чуть-чуть. Наоборот, чуть-чуть развивайся. Не думаю, нормально всё. Никуда. Я сэмушэс, бедошенька моя. Я сэмушэс, сэмушэс, бедошенька моя. Ой, сынок, плачу за тебя, плачу деньги в этой художественной школе. А толку никакого. Пошёл бы как отец лучше автослесарем, понимаешь? Это как мазня какая-то у тебя, понимаешь? Нету конкретности. Вот папа попросил тебя нарисовать червонец, а? Попросил или нет? Ну, попросил. Ну, а ты что сделал? Ты же размеры не сказал червонцу, правильно? Папа после праздника сразу казалось, что настоящие деньги, понимаешь? Понадеялся на сына, понимаешь? Папа, у тебя каждый день праздник. Я начал календаре отмечать, когда ты пьяный приходишь, черные квадратики, понимаешь? Когда ты выпивший коричневые. В прошлый месяц сказать тебе что было, нет? Двадцать дней черные квадратики, девять коричневые, и только один желтый, трезвый пришёл и злой, как собака. А вот папа всё время там черные и коричневые у себя с запчастями, чтоб ты мог вот эту мазню рисовать, понимаешь? И чтоб у тебя было много желтых дней. А ты, понимаешь, результата нет. Он, Валерка, тоже ходит с тобой вместе. Отцу тысячу нарисовал, месяц живут, понимаешь, на эти деньги. Слушай, у тебя одни деньги на уме, пап. Когда-нибудь посядет, и всё. Ты знаешь, а у нас преподаватель так говорит, что природа иногда отдыхает на детях. Вот, допустим, ты у меня слесарь первого разряда. Это хорошо, папа. А вот я у тебя, допустим, буду художником. А вот, допустим, мои дети, может быть, станут марчендайзерами. А вот их дети дилерами. А вот этих детей, моих детей, и медмейкерами, а уже те с амелье. И вот, может, твой пра-пра-пра-пра-правнук будет промоутер какой-нибудь. Понимаешь? И-и-и промоутер. Ага. или ты до такой степени не любишь папу или с кем ты сейчас говорила вот ты сейчас беседовал с кем с отцом поговорить не можешь в какой-то веке вообще понять а со мной есть о чем поговорить сынок ты меня стыдил что я не знаю чем отличается картина от скульптуры я прошел курс обучения и я тебе скажу если висит на стене картина уже обойти вокруг скульптуры папа я все слушайте я знаешь нет и нечего сказать а ты скажи отцу ничего если ты такой умный вот кто нарисовал квадрат малевича кто если так умный кто и он рисовал квадрат это у нас откуда-то из алгебры понимаешь квадрат мулевича это что-то теоремой попахивает цену сидели бы вы папа и не говорили бы квадрат малевича сам маличин рисовал ну правильно и об этом же я просто тебя проверил думаю знает ли нет а грачи прилетели кто нарисовал чё вы смотрите папа грачу как мы с вами папа далеко не уйдем давайте упросим задачу давайте упросим а вот петров водкин что нарисовал какую известную картину и проход подожди подожди с этого места помедлене сынок что ты спросил отца сейчас в час я говорю петров водкин какой картин рисовал ну ты это отсухать на водку то дай мне папа не это денег на водку говорю дай я пока пап не получаю ничего я учусь дебил подскажи какое слово на водку дай мне на вот ну понял я у него известная картина пап есть купание красного но купание красного ну ты определись с вопросом ты или про водку спрашивай или про красное прошу он тебя дно понимает не надо смешивать эти два понятия понимает это одушевленный предмет пап купание красного одушевленный предмет человек или живот животное кто конь смешиваете вот это все водку красная потом у вас кони красные жабы у вас синие а бабы зеленые после ваших художеств удачу с тобой говорить я вообще какой-то оттас чё ты там рисуешь то покажи хоть нам задание дали нарисовать до боли знакомое лицо до гляну ну ты кого нарисовал до боли знакомое лицо до боли это я твой отец понимаешь ты мне вот до боли а это знакомая уже какой-то знакомый не с автомастерской ли номер 9 да нет не шестертик ли а нет это же фильма сосед наш с первого этажа ему 50 лет юбилей . его наш сосед по цеху смотри